Нагадай свое счастье! Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова Карина. Сегодня мы с вами погадаем на такую очень интересную тему, что вас ждет в ближайшие 72 часа. Но! Перед этим я хочу так сказать, что, конечно, это ваши перспективы, те возможности, которые у вас есть. Каждый из вас имеет право закрыться дома у себя, не выходить и ничего этого не сделать, понимаете? То есть, если вы возьмете себя в руки, будете стараться что-то делать, то это ваши перспективы. Если вы ничего этого не хотите, если вы спрячетесь, если у вас жизнь такая, что вы сидите в заперти, конечно, исполнение того, что я говорю, может затянуться. То есть, исполнится, допустим, не в ближайшие 72 часа или еще как-то. Но мы с вами стараемся посмотреть тенденции энергии в ближайших 72 часов. То есть, в этом вся суть этого расклада. Сейчас было недавно полнолуние, и очень многие люди нервничали из-за энергии Луны. И, соответственно, я получила очень много интересных комментариев на своих каналах. Поэтому я вас предупреждаю, что если ваша жизнь отличается от жизни большинства людей, конечно, вы, когда смотрите общие расклады, вам кажется, что да. Но на самом деле общие расклады касаются скорее большинства людей. А если у вас какая-то своя индивидуальная ситуация, ну вот как мне многие люди пишут, что им там, не знаю, 83 года, или они прикованы к постели, или еще что-то, то часть из этого может не сбываться, потому что это ваши возможности, это нужно для этого что-то сделать. А иногда и ничего невозможно сделать, чтобы это было, понимаете? То есть, все зависит от условий вашей жизни. Но мы с вами смотрим энергии. Плюс, когда вы выбираете, допустим, если вы сторонник трех позиций, одной из трех позиций для себя, то, конечно, это вы выбираете сами и берете на себя ответственность за выбор. Если же вы смотрите полностью расклад, вам идет послание от высших сил, что вы можете сделать, какие у вас энергии на ближайшее будущее. Да, это что-то может затягиваться, если у вас ритм жизни отличается от активного. Но все-таки когда-то, допустим, в какой-то небольшой срок, это может сбываться. Но я вам так скажу, что я теперь буду доставать советы, как вам действовать в эти ближайшие 72 часа, чтобы вы не расстраивались. Потому что комментарии оставляют желать лучшего. Смотрите, как мы с вами распределим наш расклад. Первый раздел расклада – это вашими глазами. Второй раздел расклада – это глазами высших сил, третий – духов рода. То есть мы посмотрим ваши 72 часа со всех сторон. Хорошо. Итак, первая карта – вашими глазами, ваше текущее состояние в момент, когда вы открыли и смотрите это видео. Дальше, значит, вторая карта – это глазами высших сил, третья карта – глазами духов рода. Выбирайте. Или, конечно, большинство из вас посмотрит расклад полностью. Но если вы сторонник трех позиций, можете выбирать. Первая, вторая или третья. Хорошо. 72 часа рассматриваем. Я вот так разложу для себя, чтобы у меня было точно, где вторая, а где третья карта. Как вы себя сейчас видите королевой кубков? Даже если вы мужчина, но если вы мужчина, для вас важна какая-то женщина, конечно, любимая. Или та, которая привлекательна для вас. Или вы бы хотели в жизни встретиться с привлекательной женщиной. Для женщины это самоосознание. Я сегодня ничего, привлекательна. На меня сегодня обращают внимание. Я там хочу красивее выглядеть. Я там сделаю какие-нибудь процедуры. Куплю себе какие-то покупки. Но такая женщина, она может быть максимально эмоциональной в этот день, когда смотрит это видео. То есть эмоции прям шкалят. Могут шкалить положительные, могут отрицательные, могут все вместе. Эта карта очень часто показывает эмоциональные всякие всплески. И когда человек может с ними справляться, но не сразу. Она показывает любовь или влюбленность. Очень часто отношения. А еще она показывает гормональные всплески. Но здесь, когда у человека играет гормон, и он просто не может себя брать в руки, да, и эмоционирует туда-сюда. У него скачет настроение. Хорошо. Теперь давайте посмотрим. Ваши 72 часа. Какие энергии этих 72 часов, какие примерно события могут произойти. Когда я трактую одну карту, я рассказываю ее со всех сторон. Это не значит, что у вас все сбудется. То, что по этой карте, а только какая-то часть, которая касается вас. Понимаете? Вас. Итак, давайте смотреть, что вас ждет в ближайшие 72 часа. Так, общей энергии. Рыцарь мечей. Вот смотрите, это карта неожиданностей различных. Она может показывать то, что внезапно перед вами появляется некий человек, или приходит Иль. Не И. Или приходит какая-то новость. Внезапная, резкая, неожиданная. Что-то происходит совершенно неожиданное. Что может вас очень сильно, ну, прям удивлять, поражать, шокировать. То есть эта карта, она очень часто показывает, что что-то вас шокирует. 72 часа будут очень активные, динамичные, с какими-то активными событиями. Может быть дорога. Еще раз говорю, не все тогда это сбудется, а дорога, да? Дорога. То есть одно из этого, дорога. Но также могут быть гости, или внезапное появление перед вами некого мужчины, но который даже иногда с претензией. Ну, допустим, какой-то мужчина, резко, нежно для вас, вас и предъявил вам что-то. Какую-то претензию, да? Хорошо. 72 часа события. Какие наиболее вероятные события могут происходить? Опять у нас мечи. Паш мечей, рыцарь мечей. Смотрите. Все-таки мы как будто какого-то человека здесь видим, который как-то, знаете, вот если вашими глазами смотреть, она, конечно, нападает, предъявляет что-то, претензии какие-то, и вы с кем-то спорите, например. Но это могут быть и новость, как придет, да, Паш мечей. Информация, новость. Вы о чем-то навели справки, узнали какую-то важную информацию для вас. Вот. С кем-то поговорили, важный разговор, что-то выяснили в этом разговоре, узнали чью-то тайну, или чей-то секрет. Паш мечей может показывать, что вам пришло давно ожидаемое сообщение, или бумаги, или приглашение даже куда-то. Но еще это карта обучения, то есть какие наиболее вероятные события могут происходить. Это может быть обучение чему-то, то есть вы развиваетесь, обучаетесь, что-то читаете, срочно учите, познаете, или выбрали какое-то новое совершенно направление по учебе для себя. Что еще? Девятка жезлов. Энергия этой карты показывает всегда, как бы человек перетружен, у вас может быть много работы в ближайшие 72 часа, или какого-то труда, или еще такой момент, вы на чем-то настаиваете, настаиваете на своем, до конца, вам нужно достоять до конца. Но эта карта, она часто показывает, что вы сможете достоять до конца и победить. Может быть даже не в эти 72 часа, но вы победите. Главное – достоять, настоять. А еще вот смотрите, у него всегда голова перевязана, поэтому избегайте перенапряжения, может возникать головная боль. То есть у него не зря голова перевязана, он настолько перенапрягся, он так старался вообще, стоял тут на этой сцене, стоял до конца, ему было уже очень трудно, но он добился своего, понимаете? Даже иногда ценой головной боли, конечно, перенапряжения своего. Дальше, значит, что мы видим? Четверку мечей. Ну вот, видите, вы постояли, добились своего, теперь надо отдохнуть. То есть потом у вас идет лежание, отдых, может быть, поездка за город или иногда человек уже на отдыхе, в отпуске, да? То есть сначала хорошо поработали, потом хорошо отдохнули, полежали, ничего не поделали, ничего не делали, это тоже замечательно. И по тройке жезлов начинаем строить планы на будущее, причем довольно позитивные, ставить новые цели, задачи для себя. Карта очень часто показывает, опять же, чьи-то известия от какого-то важного для вас человека, разговоры с человеком издалека, может быть, или по интернету, или с тем, кто приехал издалека, получение посылок, писем, заказных, может, каких-то, потом документов, изучение иностранных языков, поездки. То есть карта такая подвижная, торговлю означает. Часто человек занимается торговлей, бизнесом, планирует бизнес. Но еще это карта взаимной любви. То есть, может быть, что-то улучшаться будет в отношениях между вами и любимым человеком. Вот. Еще раз повторю, у каждой карты есть несколько трактовок. Я их в видео повторяю, но это не значит, что каждая трактовка, каждая карта сбудется у вас. То есть, будьте внимательны в этом. Хорошо. Глазами высших сил вы сейчас тринадцатый аркан. Что это означает? Что у человека начинается какой-то новый этап жизни, но ему для этого нужно как бы попрощаться с прошлым, чтобы встретить свое новое будущее. То есть, вы избавляетесь от чего-то старого, от старого мышления, от старых вещей, может быть. Или, ну вот, раз и навсегда сейчас в вашей жизни что-то уходит, что уже не вернется, ты уже не вернешь, все, это ушло. Жизнь делится обычно у такого человека на до и после. Может он этого не сразу, это все не сразу замечать, но тринадцатый аркан всегда говорит сам за себя. У вас что-то заканчивается и начинается что-то другое, понимаете? Еще эта карта показывает кризисы. То есть, вы сейчас, по мнению высших сил, в неком кризисе находитесь. Кризис личности, например, кризис среднего возраста, кризис взаимоотношений или кризис в работе. Вот, какое-то может быть даже как профессиональное выгорание, например. И вам нужно что делать? Что-то менять, прощаться с одной жизненной ситуацией и начинать другую. Высшие силы так считают. Вы себя как-то более кстати, хоть и эмоционально, но как-то стабильнее чувствуете. А вот высшие силы видят, что у вас явно идут какие-то глобальные перемены в жизни. Хорошо. Давайте посмотрим по мнению высших сил энергии ближайших 72 часов. Пятерка кубков. Человек замечает, что у него упали три кубка, но не замечает, что у него осталось. Вы концентрируетесь на негативе, А нужно концентрироваться на позитиве. И высшие силы тут же вам подсказывают, эй, ближайшие 72 часа не уходи в негатив. Не надо. А старайся оглянуться назад и заметить, у тебя куча ресурсов, которые ты должен использовать в жизни, куча возможностей, куча всего хорошего, интересного, что ты можешь делать. А еще два кубка за спиной часто означают взаимную любовь. Заметь ее, оглянись. Или какие-то хорошие взаимоотношения. Все это нужно заметить. У тебя много всего осталось. Почему ты смотришь на то, что ты потерял когда-то в прошлом? Вот у тебя 13-й аркан, ты мог что-то потерять, да? Но ты почему-то слишком на этом концентрируешься. Отпусти ты уже, может ты уже давно это потерял. Отпусти уже это. Что ты горюешь об этом? Это может быть даже, знаете, тоска по умершим иногда. Но зачем ты на этом концентрируешься? Они уже давно ушли и все. Ты ничего не сделаешь. И да, это сложно. Иногда, если это свежие какие-то события, сложно, конечно, сложно. Тоска идет, переживания, но при этом нужно принимать, а ведь у тебя остались живые. И ты должен им отдать свою любовь, свою энергию, а не уходить в себя. Правильно? Давайте посмотрим, какие события, по мнению высших сил, будут в ближайшие 72 часа. императрица. Общение с какой-то женщиной. Странно, но она может даже быть беременной. Но это не у каждого из вас. Не у каждого из вас. Не надо мне потом писать, я не общался с беременной женщиной. Извиняюсь, кто-то разъездил. Ну, как всегда. Все-таки рабочий день в разгаре. Императрица очень хорошая карта. Показывает общение с женщиной, может по душам, может быть как-то. Она может беременна, быть замужняя, или просто хорошая подруга. Для мужчины даже любимая женщина. Карта часто показывает женские штучки, женские занятия, если вы женщина. Поход по магазинам, покупка себе нарядов, может быть мебель какую-то решите купить для себя, в квартиру, в дом. То есть в этом суть этой карты, она такая как забота о детях, общение с детьми, вот такое вот хозяйственность. Хозяйственность. Встаем на кухню, готовим. То есть обычная такая карта, обычная из жизни, но это благополучная карта. В жизни это все благополучно, эй, ты не забывай, ты чего печалишься, у тебя все в жизни, вон как хорошо, и деньги могут быть, и все. Так, смотрим дальше. Король кубков у нас рядом с императрицей. Посмотрите, тут знак от высших сил. Мужская и женская энергия объединяются. То есть мужчина с женщиной в эти 72 часа могут быть вместе или общаться, ну как минимум где-то. Также король кубков это какой-то мужчина, с которым вы в жизни сталкиваетесь, общаетесь. Это человек, если вы женщина, может даже быть очень нежным, проявлять чувства. Это не гарантия. Я начитала из комментариев. Это не гарантия. Это может проявлять чувства. Или внутри неровно дышит, хорошо относится. Для мужчины хороший друг, собутыльник. Иногда может быть собутыльник. Или человек, который в чем-то может помочь. Да, помочь. Вообще энергии короля кубков могут быть ваши. Ну, то есть вы коммуникабельный, приятный человек, которого все уважают и любят. Вот так. И события какие? У вас кто-то может поблагодарить за вашу помощь и поддержку. Хорошо. Что еще видят высшие силы? Какие события? Колесница. Вот тут дорога может быть, поездка куда-то. Это не гарантия поездки. Но она может быть, если вы сядете и поедете, вы поедете. У вас вполне может это произойти. Вот бывает такое, что человек заблокирован от поездок. Как бы он не старался поехать, он может не поехать. А здесь, если вы захотите поехать, вы поедете. Еще карта показывает в ближайшие 72 часа вы можете решать всякие вопросы с автомобилем. Допустим, ремонт, обслуживание, что-то такое. И даже иногда, я не сказала, что вы купите машину в ближайшие 72 часа, но если вы собирались и уже шли в автосалон, чтобы купить автомобиль, у вас, кстати, это получится, если вы уже накопили денег на это. Хорошо. Теперь давайте посмотрим по мнению духов рода. Ваше текущее состояние и десятка мечей. Смотрите, давайте сейчас тенденции объединим. Высшие силы и духи рода видят вас практически одинаково. А это говорит о чем? Ну, духи рода это же по сути тоже высшие силы. Ну, практически, можно так сказать. Так вот, у вас, скорее всего, в жизни действительно идут глобальные перемены. Что-то в сознании меняется, что-то либо в стиле жизни меняется, либо нужно какую-то действительно прошлую ситуацию отпустить. но, учитывая, что у нас вот так, карты совпали, скорее всего, вы сейчас связаны с потусторонним миром. Можете получать оттуда знаки, особенно, если вы медиум. И, соответственно, информация от духов рода может идти к вам. и очень даже верная информация, особенно, если через сны или, может, вы обладаете уже даром действительно медиума, который прям вызывает духов и общается, тогда вы получите очень ценную информацию и уже даже не в ближайшие 72 часа, а она уже вам идёт. Вот сейчас, да? И, ну, конечно, карта показывает, что они вас видят в переломе в жизни, в кризисе, в чём-то таком вот или какие-то глобальные перемены. Мол, твоя жизнь очень сильно меняется, говорят, духи рода. Неужели ты этого не видишь? вот так? Типа, не видишь? Жизнь меняется твоя. Вот, хорошо. Энергии 72 часов по мнению духов рода. Давайте посмотрим. Видите, карта суд. Вот опять же, очень интересная связь. Помните, когда мы недавно делали с вами видео «Вызываем духов на кладбище и гадаем на Таро?» Мы там были на кладбище. И я показывала всё время карту суд и говорила, смотрите, духи нам говорят, что мы сейчас на кладбище и карта Таро. Почему я так говорю? Потому что вот эта карта, она связана с потусторонним миром. Но Бог может всё и даже вернуть оттуда. Ну, то есть, на такой степени сила Бога настолько велика. Так вот, энергии ближайших 72 часов. Видите, какие интересные? Если вы общаетесь с потусторонним миром, то это карта ваша. То есть, она действительно может сигнализировать о том, что вам идут знаки, у вас идёт общение с потусторонним миром, что-то происходит. А ещё вы можете просто тупо сходить на кладбище. Ну, если честно, может, вы просто пойдёте к родственникам могилы прибирать. у вас поэтому столько таких карт, Типа, ну, духи же вас окружат в это время, будут с вами общаться, пытаться, поэтому... Или вы пойдёте в церковь, допустим, или в какую-то религиозную вашу здание, да? И, ну, там будете делать поминальные свечи, ритуалы, может быть, и, конечно, будут падать такие карты. В любом случае будут такие карты падать. То есть, это будут тогда знаки, что вот человек пошёл там прибирать, там делать всё. Маме моей вот сегодня бабушка приснилась покойная. Ну, то есть, это тоже знак, по сути, общения, да, через сны. Вот, суд может это означать. Но ещё это карта возрождения. Ну, то есть, вот у вас была десятка мечей, смотрите, да? Это текущее состояние, кризисное. А суд показывает, что Бог может сделать невозможное. Вот что угодно. Вам нужно верить в то, что Бог един, религий много, а Бог один. И он может что угодно. Вот даже, если человека уже нет, он может его вернуть, да? До такой степени его большая сила. У вас, ну, допустим, какой-то кризис жизненный, да? И вам кажется, что как-то что-то, что не так всё в жизни. Но Бог может сделать невозможно, если вы верите в Него. если вы верите высшим силам и попросите, чтобы они вас возродили, да? То у вас будет такое какое-то осознание в ближайшие 72 часа, и вы поймёте, что можно с помощью высших сил что угодно. И можно даже возродиться и восстать, и сказать, да нет, у меня всё равно всё будет хорошо. Понимаете? Давайте посмотрим события по мнению духов рода. Хотя тут, судя по всему, духи рода явно на связи. Вот сегодня с вами в этом гадании больше всего общаются духи рода, конечно. Это очень хорошо видно. Видимо, они почему-то собрались. Видимо, они хотят действительно как-то или вас поддержать. Вот что-то у вас происходит такое в жизни, что они хотят прям поддержать. Как бы жалеют вас, знаете, обнимают. События. Третья восьмёрка кубков. Человек выходит из болота своего, меняет обстановку и ищет своё счастье. Эта карта означает иногда в физическом смысле дорогу, а иногда события такие, что ты начинаешь действовать как-то. То есть, ну, ты настолько застрял в этом болоте, у тебя действительно какой-то кризис, да, и ты не хочешь больше быть на месте, где это вообще не твое место. То есть, ты долгое время был вроде в стабильном состоянии, но ты понимал, что это не твое место. И ты хочешь выйти из этого и начинаешь какие-то действия, чтобы преодолеть себя и добиться своего счастья и найти своё место в этом мире. то есть, вы можете над собой делать ближайшие 72 часа по мнению духов рода какие-то усилия, чтобы изменить ту ситуацию, которая у вас создалась в жизни. Дальше мы видим карту влюблённые, как ни странно. Духи рода посылают вам информацию, а у нас по мнению высших сил тоже императрица ложилась с королём кубков, да, по энергиям, что у вас могут быть отношения, любовь, влюблённость, общение с кем-то, кто испытывает к вам чувства, кто испытывает к вам любовь. То есть, ну, карта улучшения отношений, но если вы этого хотите или вообще хотите быть в отношениях, может, это карта дружбы, может, это карта сотрудничества, тоже иногда бывает и такое. Вообще, влюблённые это и выбор иногда. Я выбираю путь сердца. Я выбираю то, что у меня душа к чему лежит, а не то, что мне, не то, что я должен выбрать. Я выбираю только то, что у меня лежит душа, да, то есть, об этом иногда карта говорит. Не все трактовки сразу у вас бываются, только то, что вам подходит. Иерофант. А вот это интересно. Духи рода уже несколько раз знаки послали, что у вас есть, видимо, хранитель рода, кто хочет с вами пообщаться. Это может быть Иерофант, наставник ваш, Но иногда Иерофант может показывать реально, сразу говорю, я не беременна, это платье пузырится, многие мне пишут, вы же беременны, нет, я не беременна, я сразу сейчас увидела пузырь этот. Вот, Иерофант может показывать, что вы пообщаетесь реально с каким-то человеком авторитетным, не знаю, наставник, специалист хороший какой-то, с кем можно проконсультироваться о чем-то, смотря какая у вас ситуация, может вы судитесь например, тогда с юристом, адвокатом, может вы в какую-нибудь администрацию пойдете завтра, да, или еще что-нибудь, то есть Иерофант может показывать высокопоставленное лицо, начальника, или какого-то человека, кто для вас в чем-то, авторитеты, вы с ним советуетесь, то есть может просто быть старый человек, то есть, ну старик какой-нибудь, но вы его уважаете, поговорите с ним, и все, понимаете. Так, и дальше мы видим двойку пентаклей, а вот Иерофант вам, кстати, советует, видимо, второй источник дохода свой приобретить, да, или покажи себя на 100%, и ты добьешься успеха, вот опять же, нужны ваши действия, если вы их не сделаете, кто, эти картонки за вас пойдут, сделают, да, действия в вашей жизни, изменят все, поднимут вас на ноги, вымоют, отправят пинком на работу, да, так сделаются, нет, это вы только можете сделать, вот активно проявить себя, зарекомендовать себя, как хороший специалист, оглядеться вокруг себя, воспользоваться советом авторитетного человека, найти другой источник дохода, второй, и начать действовать в эту сторону, то есть в этом суть этих карт, конечно же, но карты неплохие, вам скажу, вообще двойка пентаклей показывает, хочешь жить, умея вертеться, да, такая активная карта, когда ты хочешь выровняться, когда ты чувствуешь дисбаланс, но ты хочешь быть в балансе, и предпринимаешь для этого действие, кстати, иногда по этой карте в ближайшие 72 часа могут приходить небольшие суммы денег, если вы их заработали, или если они вам положены, или выплаты какие-то идут, стандартные, вот, ну, вот такой ответ у нас по всему этому раскладу, пишите, кто смотрел от начала до конца, очень интересно, в прошлом видео на канале и лайф, оно сегодня выйдет тоже, там, чувство человека в прошлом, в настоящем к вам, да, и в будущем, тоже интересное видео, посмотрите, я сказала, что баба Карина хочет знать, вот, я сказала, что баба Карина хочет знать, и, соответственно, может быть, вы напишите, там какой-то комментарий небольшой, да, понравилось видео, не понравилось, досмотрели ли вы его сначала до конца, или вы выбираете больше одну из трех позиций, очень интересно, так что, вы же смотрите мои видео, мне интересно ваше мнение, и какие темы лучше сделать на канале, всем спасибо, и до новых встреч, субтитры сделал DimaTorzok